В Ненецком округе план по охвату населения диспансеризации за 6 месяцев текущего года выполнен на 55%. За этот период обследовались порядка 3,5 тысяч жителей региона. Выявить заболевания на ранней стадии, начать их вовремя лечить, а также узнать, предрасположенность к ним – основная цель диспансеризации. Как ее пройти, зачем она нужна и стоит ли вообще уделять этому время, смотрите в нашем следующем сюжете. Анкетирование, забор крови на экспресс-анализ, измерение роста, веса и артериального давления – с этого начинается первый этап диспансеризации. С этого года граждане возрасте от 40 лет и старше могут проходить бесплатные профилактические осмотры ежегодно. Ранее такая льгота предоставлялась только лицам предпенсионного и пенсионного возраста. Жителям России в возрасте от 18 до 39 лет полагается бесплатное медицинское обследование раз в три года. Дело это добровольное и, как отмечают специалисты, жители округа пока не торопятся проверить свое здоровье. Не очень активно идут наши жители, нам приходится работать с этим. Мы вызываем наших жителей, по телефону звоним, смски отправляем. Кто часто ходит в поликлинику, они более активно обращаются в кабинет диспансеризации. Пациенты отправляются как с приемов участковыми терапевтами, так и они самостоятельно приходят. Мнения пациентов разные. Кто-то считает данное мероприятие для галочки, на которое уйдет много времени. Остальные убеждены, что именно благодаря диспансеризации удалось вовремя обнаружить скрытые неполадки со здоровьем и начать лечение. По словам врачей, регулярно проходят обследования в основном пожилые люди. В среднем профилактический кабинет посещают в день до 20 человек. Потому что, знаешь, по своему здоровью, уже знаешь, какие-то у тебя проблемы есть. Чтобы вовремя выявить те болячки, которые у человека тайно есть. Я негативно отношусь к диспансеризации, поскольку врачи поверхностно делают свои обследования, а тратится очень много времени на это. К тому же сложно попасть к врачам в связи с неудобным графиком работы. Первый этап диспансеризации завершается приемом врача-терапевта, который определит группу состояния здоровья и группу диспансерного наблюдения. Если на этом этапе будут выявлены какие-то проблемы, он объяснит, что делать дальше, назначит дополнительное обследование. С начала этого года по итогам первого этапа более полутора тысяч человек направлены на лечение. Ещё 579 – на дополнительное обследование, не входящее в объём диспансеризации. Особенно важно раннее обнаружение онкологических болезней. Ведь на начальных стадиях сегодня успешно лечится большинство видов рака. При диспансеризации мы выявляем такие факторы риска, как повышенный холестерин у многих, избыточная масса тела, ожирение, повышенный сахар в крови, повышенные цифры артериального давления. Даём здесь памятки населению, рекомендации какие-то, что касается питания, снижения холестерина. Но диспансеризация позволяет выявить какие-то заболевания на раннем этапе, такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, болезни сердца, сосудов, онкология. Потому что мы даём с 30 лет кровь на онкомаркеры. В диспансеризации с начала этого года охвачены и жители труднодоступных населённых пунктов округа. Так, врачами мобильной медицинской бригады обследовано 396 человек. Всего в поликлинике Заполярного района в этом году планируют осмотреть более 3,5 тысяч пациентов. 42% уже прошли обследование. Даже если человека ничего не беспокоит, надо периодически наведываться к врачу. Особенно сейчас, когда в результате резкого развития прогресса участились заболевания, связанные со стрессом, неправильным питанием, минимальной физической активностью. И поскольку регулярные медицинские осмотры позволяют выявить заболевания на ранних стадиях, в этом заключается главный плюс диспансеризации. С начала этого года диспансеризация и профилактические медосмотры объединены, что удобно для некоторых категорий населения, в том числе и для будущих студентов. С недавнего времени у жителей региона есть возможность пройти диспансеризацию и в субботу. Сейчас мы стали работать по субботам, что удобно для населения, которые работают с понедельника по пятницу. В субботу могут прийти с 9 до часу. Здесь терапевт, можно какие-то жалобы, если есть, прийти к терапевту. Сюда можно экспресс-методом померить сахар, холестерин, ЭКГ. Работает гинеколог в субботу. То есть в субботу, в принципе, можно всю диспансеризацию и пройти. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Антон Выдряков, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова